здравствуйте дорогие любители вязания сегодняшний мастер-класс для тех кто как и я любят узоры с пышными резинками я увидела в интернете вот такую фотографию это фотомодели из журнала ирин номер 6 за 2018 год мне очень понравилась эта модель и тем более я очень люблю пышные резинки я связала образец вот такой он у меня получился замечательный пока изнанка этот узор связан полу патентной резинкой или еще называют ее жемчужной резинкой потому что с изнанки петельки смотрятся неровно и как бы как жемчужинки также этот узор можно связать патентной или английской резинкой то есть это одно и то же патентной английской это одно и то же вы знаете я уже сняла видео я связала другой образец сняла видео и когда стала его монтировать оказалось что я вначале там накосячила не то сказала не так показала образец я потом уже распустила и вот сейчас уже когда готовила видео к выпуску связала уже другой образец так что не удивляйтесь что в конце видео этот образец такой же образец будет из других не так самое главное что я хочу сказать вот схема из журнала и у меня не получилось связать по этой схеме в описании к схеме написано что в изнаночных рядах все петли вяжутся лицевыми и когда я начала вязать образец у меня не получилось вот патентная петля здесь связано как петля в прокол на ряд ниже я все это буду видео показывать и в изнаночном ряду она должна провязываться изнаночной петлей если провязывать ее лицевой то узор вот такой но не получился у меня может быть я что-то не так делала в общем если вязать по этой схеме лицевые ряды и изнаночные ряды вязать петли по рисунку то все получится есть еще способ как вязать патентную петлю это делать накид когда вяжешь лицевую петлю с накидом с ним делаешь накид и снимаешь петлю не провязывая то в изнаночном ряду она вяжется лицевой петлю вот в этом случае может быть эта схема и подходит но для петли в прокол не подходит и так я сделала свою схему и вязать мы будем по ней а ссылку на схему и журналы и вообще схемы с описанием смотрите в конце видео и давайте будем начинать раппорт узора довольно большой ширину составляет сорок одну петлю набираем 43 петли вместе с кромочными первую кромочную я снимаю последнюю провязываю изнаночной и первые два ряда установочные они не входят в раппорт узора и вяжутся следующим образом 1 установочный ряд мы вяжем резинку один на 17 пар петель повторяем лицевая изнаночная один раз лицевая изнаночная второй раз лицевая изнаночная 4 лицевая изнаночная 5 лицевая изнаночная 6 лицевая изнаночная 7 раз дальше 5 лицевых 3 изнаночных и вот относительно этих 3 изнаночных петель в центре мы будем вязать узор зеркальном отображении 5 лицевых и чередуем изнаночная лицевая один раз изнаночная лицевая второй раз изнаночная лицевая третий четвертый пятый шестой и седьмой раз семь раз провязали паре петель второй установочный ряд мы вяжем петли по рисунку то есть петли вяжем так как они перед нами лежат лицевые петли мы вяжем лицевыми изнаночные изнаночными изнаночные ряды я буду видео пропускать я буду говорить только номер ряда провязали два установочных ряда вяжем первый ряд узора сразу после кромочной вяжем патентную петлю это лицевая петля в прокол на ряд ниже вот так 1 изнаночная снова лицевая петля в прокол на ряд ниже 1 изнаночная дальше я эту лицевую петлю в прокол на ряд ниже буду говорить просто петля в прокол мы провязали так 2 пары петель нам нужно еще пять пар петель так привязать петля в прокол на ряд ниже 1 изнаночная третья пара петля в прокол изнаночная 4 петля в прокол изнаночная 5 петля в прокол изнаночная 6 петля в прокол изнаночная 7 вот 7 пар петель мы так привязали дальше еще одна петля в прокол и вот 4 петли мы провязываем с перекрещиванием в левую в правую сторону 3 петли оставляем на дополнительные спицы за работой провязываем лицевую петлю провязываем ее не туго и петли с дополнительной спицы мы провязываем так петля в прокол изнаночная петля петля в прокол далее 3 изнаночных и относительно этих центральных 3 изнаночных петель мы будем вязать узор зеркальном отображении оставляем одну петлю на дополнительной спице перед работой провязываем петлю в прокол изнаночную петлю петлю в прокол и петлю с дополнительной спицы мы провязываем лицевой далее петля в прокол изнаночные 1 1 петля в прокол изнаночная 2 1 3 4 5 6 и 7 1 7 пар петель провязали и заканчиваем петлю и прокол во втором изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку третий лицевой ряд 6 пар петель провязываем петля в прокол изнаночная 1 1 петля в прокол изнаночная 2 1 3 4 5 6 и еще раз провязываем петлю в прокол далее оставляем 3 петли на дополнительные спицы за работой я вижу без дополнительных спиц ну вот я сейчас покажу вам с дополнительной 3 петли оставляем за работой провязываем лицевую петлю слабо провязываем и петли с дополнительной спицы мы провязываем следующим образом лицевая петля в прокол изнаночная петля лицевая петля впрокол далее у нас будет одна изнаночная петля впрокол затем 3 изнаночных петля впрокол 1 изнаночная и 4 петли перекрещиваем в левую сторону 3 одну петлю оставляем на дополнительные спицы перед работой и провязываем петля в прокол изнаночная петля петля впрокол далее и плюс дополнительные спицы вяжем лицевой и вяжем до конца ряда петли уже по рисунку петля впрокол изнаночная 1 2 3 4 5 6 6 пар петель провязали и 1 петля впрокол и уже в четвертом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 5 лицевой ряд 5 пар петель провязываем петля впрокол изнаночная 1 1 2 3 4 5 петля впрокол затем оставляем 3 петли на дополнительные спицы за работой я уже буду вязать без дополнительной спицы вяжем лицевую петлю и петли с дополнительной спицы провязываем чередуем петля впрокол изнаночная не обращайте внимание что эти петли по другому лежат петля впрокол далее одна из изнаночная 1 петля впрокол 1 изнаночная петля впрокол 3 изнаночных и вяжем петля впрокол изнаночная петля впрокол изнаночная дальше 4 петли перекрещиваем левую сторону одну петлю оставляем на дополнительные спицы перед работой провязываем петля впрокол изнаночная петля впрокол и петлю с дополнительной спицы вяжем лицевой важно петли когда мы перекрещиваем петли то вот петли провязывать не просто ну как бы сказать можно за этой петлю провязать лицевая изнаночная лицевая нет обязательно точно также провязывать петля в прокол изнаночной иначе такой красивый узор не получится и далее до конца ряда чередуем лицевые петли петли в прокол и изнаночные петли их у нас тоже будет 5 пар и 1 лишняя петля в прокол последние в шестом изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку 7 лицевой ряд чередуем 4 пары петель петля в прокол изнаночная один раз второй раз 3 4 и еще раз вяжем петлю в прокол далее 4 петли перекрещиваем вправо 3 оставляем на дополнительной спице за работой провязываем лицевую петлю петли оставлены за работой провязываем петля в прокол изнаночная петля в прокол дальше у нас будет изнаночная петля в прокол один раз изнаночная петля в прокол второй раз и изнаночная петля в прокол третий раз 3 изнаночных далее три пары петель петля в прокол изнаночной один раз второй 1 3 1 4 петли перекрещиваем в левую сторону одну петлю оставляем на дополнительные спицы перед работой провязываем петлю в прокол изнаночную петлю и петлю в прокол и петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой и далее вяжем для в прокол изнаночная петля в прокол изнаночная петля в прокол изнаночной так до конца ряда заканчиваем петлей в прокол восьмом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 9 лицевой ряд петля в прокол изнаночная один раз петля в прокол изнаночная второй раз и третий раз и еще раз петля в траку далее оставляем 3 петли на дополнительной спице за работой провязываем лицевую петлю и петли с дополнительной спицы провязываем петля в прокол лицевая петля в прокол изнаночная и еще раз петля в прокол и далее повторяем изнаночная петля в прокол 1 1 2 1 3 и 4 затем 3 изнаночных и четыре раза повторяем лицевая петля в прокол изнаночные 1 2 3 4 одну петлю оставляем на дополнительной спице перед работой и следующие три петли провязываем петля в прокол изнаночная петля петля в прокол и петлю с дополнительной спицы вяжем лицевой и далее до конца ряда чередуем петля в прокол изнаночная 10 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку одиннадцатый лицевой ряд петля в прокол изнаночная петля в прокол изнаночная и еще раз петля в прокол и далее 4 петли перекрещиваем в правую сторону 3 оставляем на дополнительной спице за работой провязываем лицевую петлю петли с дополнительной спицы провязываем петля в прокол изнаночная петля и еще раз петля в прокол и далее 5 пар петель провязываем изнаночная петля в прокол 1 1 2 3 4 и 5 затем вяжем 3 изнаночных и повторяем 5 раз петля в прокол изнаночная 1 1 2 3 4 и 5 и снова перекрещиваем 4 петли в левую сторону оставляем петлю перед работой и провязываем петля в прокол изнаночная петля в прокол петлю с дополнительной спицы вяжем лицевой и далее до конца ряда чередуем петля в прокол изнаночная петля в прокол изнаночная петля в прокол двенадцатом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку согласитесь что узор совершенно не сложный 13 лицевой ряд петля в прокол изнаночная петля в прокол 4 петли перекрещиваем влево оставляем 3 петли на дополнительные спицы за работой провязываем лицевую петлю петли с дополнительной спицы провязываем петля в прокол изнаночная петля петля в прокол и дальше 6 пар петель изнаночная петля в прокол 1 пара 2 3 4 5 5 6 затем 3 изнаночных и зеркальном отображение 6 пар петель петля в прокол изнаночная одна пара 2 3 4 5 и 6 теперь 4 петли перекрещиваем влево одну петлю оставляем на дополнительные спицы перед работой и провязываем петля в прокол изнаночная петля петля в прокол и петлю с дополнительной спицы вяжем лицевой и в конце ряда у нас будет петля в прокол изнаночная петля в прокол в четырнадцатом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 15 лицевой ряд петля в прокол далее 4 петли перекрещиваем в правую сторону 3 оставляем на дополнительные спицы за работой провязываем лицевую петлю петли с дополнительной спицы провязываем так петля в прокол изнаночная петля про далее 7 пар петель чередуем 1 изнаночная 1 петля в прокол 1 пара 2 3 4 5 6 7 затем 3 изнаночных и в зеркальном отображении 7 пар петель 1 лицевая лицевая петля в прокол изнаночная 1 пара 2 3 4 5 6 7 теперь перекрещиваем 4 петли влево 1 оставляем перед работой и петли провязываем поочередно петля в прокол изнаночная петля в прокол и петля с дополнительной спицы провязывается лицевой и в конце ряда петля в прокол в шестнадцатом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 17 лицевой ряд теперь 3 петли перекрещиваем в правую сторону 2 оставляем на дополнительной спицы за работой провязываем лицевую петлю затем провязываем изнаночную петлю и петлю в прокол и далее 8 пар петель провязываем изнаночная петля в прокол одна пара вторая третья четвертая пятая шестая седьмая 8 затем 3 изнаночных и 8 пар петель зеркальном отображении петля в прокол изнаночная одна пара вторая третья четвертая пятая шестая седьмая и восьмая и 3 петли перекрещиваем влево одну петлю оставляем на дополнительные спицы перед работой провязываем петлю в прокол провязываем изнаночную петлю и петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой 18 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку вот смотрите провязали один раппорт посмотрите как шикарно смотрится узор узор повторяется с первого по 17 ряд здесь у меня на образцы нитки потоньше здесь нитки толще смотрите как здорово смотрится ставьте лайки если вам понравился узор если вам понравился мастер-класс пишите комментарии подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом я желаю вам здоровья я желаю вам удачи позитива и ровных легких петелек пока пока